На льду юные хоккеисты. Недавно встали на коньки, но уже развивают немаленькие скорости. В противостояние вступили команды Уссурийска и Владивостока, Приморье-2016 и Адмирал-3. Обстановка на трибунах по напряженности не уступала той, что на арене. Болельщики не щадили голосовых связок и поддерживали своих детей. На кону Кубок Первоклассника. Сегодня у нас проходит соревнование Кубок Первоклассника среди детей 2016 года рождения. У нас ежегодно эти турниры. Дети – это для них первый турнир, они только начинают играть. Конечно, команда Большого Камня посильнее, потому что они уже два года играют. В турнире поучаствовало четыре команды из Владивостока, по одной – из Большого Камня и Уссурийска. Маленькие хоккеисты провели три дня в непрерывных ледовых схватках. Нашим юным землякам удалось попробовать победу на вкус и выиграть в некоторых встречах. Так спортсмены из Приморья-2016 обошли Адмирал-3. Конечно, для детей это большая радость. Пока на этом этапе мы не ставим каких-то целей, потому что все, что дети есть, они все должны играть, все должны расти. Поэтому самое главное, чтобы была игра, были эмоции, чтобы дети именно росли как хоккеисты. Мы сегодня классно сыграли и забили шайбу. А победил-то кто? Они. Я не расслаблюсь, все равно классно. А сколько ты уже хоккеем занимаешься? Год. По итогам всего турнира наши мальчишки заняли четвертое место. Бронза у команды «Гризли» из Владивостока, «Адмирал-3» на второй ступени пьедестала. Кубок первоклассника завоевал гранит из большого камня. Игрока из Уссурийска Матвея Ларина отметили званием «Лучший вратарь соревнований». Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс.